Хасавюртовский район – один из крупных муниципальных образований Республики Дагестан. Потому и неудивительно, что на Хасавюртовский район приходится львиная доля производимой сельхозпродукции. Но сегодня мы будем говорить о животноводстве, точнее о болезнях, которыми могут заболевать как животные, так и люди, использовавшие в пище мясо, молоко или мясомолочную продукцию. Среди болезней крупнорогатого и мелкорогатого скота, которые хоть и редко, но все же имеют место в нашем регионе, можно назвать брутилиоз и лейкоз, ну и пероплазмидоз. Мы встретились сегодня с главным врачом райветуправления Рафиком Расшидовичем Гаджиевым и попросили его рассказать о том, как обстоят дела в целом по району по борьбе с этими заболеваниями. Сейчас основным вопросом у нас в районе стоит то, что в последние годы уже из-за широкого распространения взялись за лейкоз. Лейкозом болеет основной крупный органспорт, реже это овцы, козы, собаки и кошки. Лейкоз – это хроническое вирусное заболевание, которое передается от больного животного к здоровому. Впервые лейкоз был обнаружен в Дагестане в 1965 году, тогда в Кизнярском, Карабдаххенском и Кизняртовском районах. Тогда пораженность составляла крупный органспорт, где-то 20%. Это очень большая пораженность. За то, что в последние годы ему не уделяли время, внимание, оно широко распространилось. Болеет в основном продуктивный скот, в горных районах это заболевание очень редко, из-за того, что там условия, климат, из-за того, что скудные растения. Поэтому там особого перемещения нет, там очень мало распространено. В основном здесь раненая зона. Лейкоз, как я сказал, передается от животного больного к здоровому. Выделяется наружу, в окружающую среду, через молоко, через естественные свои испражнения. Архи Крещенкович, вот эта болезнь лейкоз, она что поражает? Оно поражает, имеет три стадии в своем развитии. Есть инкубационная, есть гематологическая, есть уже опухолевая. В основном его люди не болеют, но то, что она так особо опасным болезням относится, из-за того, что не подается лечение, приплод от него получается, болеет, тоже и погибает. Молочная жирность молока уменьшается до 0,05%. Почти исчезает жирность. Большие расходы связаны с оздоровлением хозяйства, расходы на оздоровление. Поэтому она считается такой опасной болезнью. Молодняк не получаем, жирность нет, молоко уменьшается, передают другие животные через парбище и контакты. Люди молодые, это хорошо, но молоко, там выделяется специальный фермент этих вирусов, что может вызвать отравление и как людей, так и животных. Как отмечает Рафик Рашидович, ежегодно в населенных пунктах проводятся плановые исследования против лейкоза. Если проще, чем в 2018 году исследовали до 2000 голов крупнорогатого скота, в текущем году планируют провести исследование до 44 тысяч голов крупнорогатого скота. То есть в два раза в год, в начале и конце года, в два этапа. В прошлом году, например, у нас был план на исследование, позапрошлом году, 2000 голов всего на всего. А в этом году уже стоит план 44 тысяч голов исследовать. Это имеется в виду, что дократно надо исследовать маточное проголовье. Лечение лейкоза нет, конечно. Больное животное, я говорил уже как, стадии инкубации, передается в вирусы, носительные являются. В стадии гематологии, когда уже поражается внутренний орган, корректорная кровь переходит, она выявляется по гематологии, лабораторной исследовании. Первый есть ритм, второй гематология. И третья уже опухолевая стадия, она уже наружная, по наружным признакам. Лимфоузлы опухают, худеют, опухоли при забое уже, видно, опухоли явные. Больной скот лечению не подлежит и только подлежит убою. Оздоровление хозяев, населенность, частность сектора ЛПХ гражданина выздоровляет только забоем животных. Другого варианта нет. А есть мясо его? Мясо есть можно только после проварки. Только после проварки. Как я сказал, человек не болит, но ушиб от него, от его. Может. Да. Отравление может быть от молока. От молока может быть и другие реакции вызывают, там, расстройство и так далее, и так далее. Бруцелез тоже у нас бывает редкий случай. Бруцелез, например, позапрошлым году был СПК Даньялова, Средний Максок, Кужбар, местность. Там был бруцелез в этом хозяйстве. Буквально усилиями ветеринарной службы и районной администрации, самих владельцев. Было проведено несколько исследований, трехкратные, четырехкратные исследования. Даже больное поголовье выявлялось. И проводили его нуждобой внутри хозяйства, используя мясо там же на месте. Остальное поголовье после же двухкратной отрицательной результаты вакцинировано штамм 82 против бруцелеза. И буквально на прошлой неделе, 22-го числа, по-моему, бандемика, оттуда был снят карантин. Селение Максок, местность Кужбара. Буквально на прошлой неделе поступил сигнал, что селение Новым Костек болеет человек. Бруцелез заболеет человека с реформой. Принятым мерами и расследованием было выявлено, что он пил молоко, который покупал парном виде, пил молоко от коз. Покупал от местного жителя селения Нового Костек. И этим заболел он, бруцелезом остальной формы. Мы взяли и исследовали кровь от этого козья поголовья, этого человека. У него выявлено сначала четыре головы. Специально взяли от дойных коз сначала. Выявлено из пяти, из десяти выявлено пять голов больных. Потом уже, как лабораторно, после данных, экспертиза, мы уже остальное по голове тоже где-то 60 голов у него. А векции коз и пять голов крупных органского там. Крупных органского там нету. Чистые они. А вот у козы этих где-то 50 голов выявили бруцелезные. На данный момент у двух человек там же, в Новом Костеке, люди болеют бруцелезом. Два человека. И где-то у двоих в подворье обнаружено бруцелез. Забито на сегодняшний день где-то 15 голов. Это мясо нельзя продавать. Используют только внутри хозяйство свое. После пароварки только. А в лечении проводят местные лечения? В лечении не бывает бруцелеза. Люди болеют. Инвалидам остается хроническая форма перехода на суставах, остальном. Происходит костная ткань изменения. Животные тоже не подлежат лечению. Только вынуждены забои с использованием после пароварки. Мероприятие сейчас буквально 25-го числа, вот в четверг, получил уже установлено в этом новом Костеке, в селении частном секторе карантин. Сейчас совместно вынесем постановление через администрацию. Потом уже разводим главе администрации, в селении Костек. Там нужно провести карантинные мероприятия по оздоровлению. Взять из со всего мелкого рога скота кровь, в лабораторию отправлять, выявлять больных животных и убирать их по мере появления. Свою очередь Рафик Рашидович обратился к просьбе жителям района, имеющим в хозяйстве крупнорогатый или мелкорогатый скот, со следующей просьбой. Позже случаем хочу сказать жителям Хазаратовского района, владельцами животных, чтобы молоко употребляли только после кипячения, в обязательном порядке. Мясо, которое там внутри села будет использовать только после проварки. Иначе, в противном случае, человек может заболеть бруссорезом. Рафик Рашидович, а вот как нужно поступать с больным животным, лейкозом, скажи? Больным животным лейкоза, я как уже было сказано выше, они не лечатся. Больное животное в любой стадии, хоть гематология, хоть упорная стадия или кубасонная стадия, они передают, являются вирусом насыпленным. Обычно я считаю, что лейкозом больной, это после гематологической исследования, когда изменения в крови уже происходят, она считается больным и подлежит убой турка. Согласно инструкции, например, выявили по ряду больное животное, его надо сразу исследовать по гематологии. Потом, если не выявляется по гематологии, его надо через три месяца обратно исследовать. Поэтому постоянно его исследуют, пока она не выявится больным и забить его. Он уже забой не подлежит. Постоянно переходит с одного стадия, с другой, пока не выявится лабораторная, его надо забить в любом случае. А он может выздороветь? В выздоровлении нету. И его надо, это просьба гражданам тоже, вам говорю, что его надо изолированно содержать. Его нельзя на пазбище угонять. Пазбище заражается. От пазбище может перейти к другим животным здоровым. Поэтому надо их изолированно содержать. Лучше их убрать сразу, после того, как выявили жапориды, их надо убрать. А не делая эти повторные экзамены, три месяца, четыре месяца, его нельзя сразу забить? Я говорю, вот это на осознательность людей. Нужно разочинительную работу провести, чем мы и занимаемся, и наша инспекция, и техническая служба, наши врачи. Его лучше сразу убрать, потому что она не лечится. Через полгода, через полтора года, она все равно переходит в стадию гематологии, и его надо будет забить. А до этого времени его надо изолированно содержать. У наших людей-то возможностей нету, лучше их сразу же убрать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!